Добрый вечер. Ну что я хочу сказать. Время 11.20, я только приехал домой. Приехал домой после объезда больных с коронавирусом, после осмотра, забора анализа контактным. Я целый день ничего не ел, и вот сейчас собираюсь на такой поздний-поздний обед. К чему эта предыстория? Не к тому, чтобы вы мне пожалели или сказали, какой вы молодец, вы наш герой, я себя не считаю ни героем, ни молодцом, я считаю, что я просто делаю свое дело, что я просто выполняю свою работу. Я знал, куда я иду изначально, я знал, что такое инфекционные болезни, поэтому я к этому изначально был готов, и когда нужно было решать, кто поедет, первое, в амбулаторном звене коронавирусных больных подтвержденным, я без сомнений сказал, я еду, и я не считаю, что это, да, это что-то, я считаю, это нормально, абсолютно. Что я вижу сейчас, что происходит сейчас, вот на сегодня, да, я приехал, и вот это видео, оно порождение моих эмоций, да, я не планировал снимать видео, я планировал приехать, покушать и лечь спать. Но то, что я видел сегодня, оно меня просто... Я был сегодня на трех вызовах, да, то есть был в трех местах, у трех людей. Я не буду назвать фамилии, но будучи у одних людей, супруга, которая находится в близком контакте, в одной квартире с больным с коронавирусом, она пришла домой, она пошла в магазин, она была без маски, без средств защиты, она просто пошла в магазин, купила еды и вернулась. Поехав к другому больному, я вижу, что он стоит... И что люди, которые проживают с больным в одном дворе, спокойно были на работе, они общались с группой, целой группой молодых людей перед домом, когда я им начал объяснять, что, ребята, это опасно, а не так, немножко вальяжно, так, слегка, да, типа, до чего нам тут рассказываете, да, мы на все, типа, воля случая, воля Всевышнего, типа, мы ничего не боимся, вот такая вот легкая, тупая бравада, тупая бравада. Я могу сказать одно, я в шоке, я в шоке от того, что происходит сейчас, сейчас в нашем городе, в городе Майкопе. Люди просто перестали понимать, что происходит, а на самом деле все не очень хорошо, это мягко сказано, что не очень хорошо. Проблема сейчас, если брать конкретно меня, она меня окружила. Много моих знакомых сейчас не то, что потенциально под ударом, они уже под ударом. И я не знаю, какие еще нужны жертвы этому городу, этой республике, чтобы все поняли, что это серьезно. Я попытаюсь ответить хотя бы на пару, да, основных претензий, которые адресуются в сторону нас, медиков, да. Первое, это какая-то статистика, да, статистика, что якобы люди умирают своей смертью, а мы кому-то их куда-то приписываем для того, чтобы, и там уже тоже много вариантов, чтобы нам какую-то там сумму денег получить, обогатиться, там и т.д. и т.п. Ну, во-первых, вы просто открываете, открываете статистику, это все есть в интернете. Смертность вот в этих вот маленьких городах в Италии, я их сейчас перечислять не буду, их много. То есть, вот те города, которые больше всего поразил коронавирус. Просто открываете смертность. Так вот, смертность в конкретном городе, допустим, была 30 человек с января по конец марта, в течение 10 лет в среднем была смертность 30. То есть, какой-то год 27, какой-то 33. Но цифра крутилась вокруг 30. Плюс-минус, в этом году, цифра смертности в этом же городе, с января по март, 120, 150. Какая статистика? Это вся смертность, это совокупная смертность, не только от ОРВИ, не от сердечно-сосудистых. Это, в принципе, количество людей, умерших от чего бы то ни было. И итальянская статистика по поводу коронавируса, она сильно занижена. Потому что тем, кто умер, анализы не берут. Потому что выявление причины смерти, это тоже ресурсы человеческие, диагностические. У них просто их нету. Поэтому человек умер и умер. Они концентрируют свой ресурс на живых. Поэтому вот вся вот эта история со статистикой, но она не выдерживает никакой критики. Не надо далеко глубоко копать. Берете пример, смотрите. И вы можете это полностью транспортировать и сюда. Полностью. Эта история может повториться, несмотря на то, что я говорил недели полторы-две назад. Потому что настроение было у людей совсем другое. Люди действительно понимали. Я это видел, я видел обратную связь. Сейчас я ее не вижу абсолютно. Я просто не понимаю, что происходит, не понимаю, что делать. Потому что мы, медики, мы работаем, на самом деле работаем. Вот я сейчас пришел домой 11.20. И если вы думаете, что, опять же, так думать удобно, что начальство медицинское, поликлиническое, оно где-то там сидит и ничего не делает. Нет. Все мое начальство, оно находится рядом со мной. И они выезжают рядом со мной и выполняют роль медсестры. Медсестры, начальники, заведующие поликлинических отделений. Роль медсестры. Они меня одевают, раздевают. Если надо, заходят вместе со мной к коронавирусным больным. Никто не отсиживается. Все на передовой. И все задействуют все свои ресурсы для борьбы. Но никто не хочет видеть проблему в себе. Проблема в вас. Не в нас, а в вас. Вы думаете, что все подвластно нам? На самом деле нет. Если брать мое мнение, то только 30% это мы. 70% это вы. Мы не можем за вас провести ту работу, которую должны провести вы. А работа заключается просто в самоизоляции. Проще некуда. Мы делаем все, что можем. И если сейчас, да, перед вами стою я, на самом деле таких людей, как я, их море. Просто так сложилось, что да, я вам эту информацию сейчас транслирую. На самом деле их море. Есть люди, которые находятся, наверное, в более тяжелом положении, чем я, работают еще больше, в более плотном графике. Те же самые лаборатории СС, они работают круглосуточно. И т.д., и т.д., и т.д. и т.п. Поэтому вторая версия – это мы какие-то деньги с этого собираемся получить. То есть мне люди пишут, ну да, теперь, так как доплаты ввели для врачей, врачи теперь эту историю будут тянуть как баян. Это в интересах врачей, соответственно, они будут это растягивать. Полный бред. Полнейший бред. На свете нет тех денег, ради которых, повторяю, большинство работников поликлиник – это женщины. У женщин есть семьи. В их семьях есть дети и мужья. Я смог, да, себя самоизолировать в квартире и отправить свою семью в другое место и находиться здесь один. А женщина не может самоизолироваться. У нее есть семья, у нее есть дети, с ними надо делать уроки, их надо кормить. Это внутрисемейная трагедия, когда женщина просто выпадает из семейной жизни на недели, месяца. Какими деньгами это можно оценить? Я не знаю. Плюс риск. Риск, который есть, вы видите, уже есть люди, есть умершие. Вы действительно верите, что это можно оценить деньгами? Но если говорить конкретно даже обо мне, вот вы скажете обо мне, да, я не буду говорить о ком-то, я буду говорить о себе. Если вы скажете, что вот я на этой ситуации что-то заработал, сверх того, что я обычно зарабатываю, на этой ситуации я потерял. Потому что обычно я зарабатываю больше. Многие врачи работают в частных клиниках, в сторонних, да, помимо госучреждений. Никому это всем известно. Все эти клиники сейчас работают в каком-то очень укороченном режиме. То есть вся частная практика сейчас замерла, это тоже врачи. И это тоже деньги. Это достаточно значительная статья доходов, конкретно моих доходов, которых сейчас нет. Я не принимаю амбулаторно никого больше. Я езжу только по коронавирусу и все, потому что я не хочу, естественно, подвергать риску потенциально своих пациентов, которые приходят ко мне с другими проблемами. Поэтому я оставляю свой телефон и люди, которые лечились у меня, они мне звонят. Я их пытаюсь как-то довести до какой-то точки, если это возможность сделать опять же в рамках телемедицины. Я призываю вас опомниться, одуматься и в первую очередь посмотреть на себя, конкретно на себя. Потому что конкретно вы, тот, кто сейчас смотрит, вы ответственны за то, как будет ситуация развиваться завтра. Не я, а вы. Поймите это. Есть гениальная фраза Джона Кеннеди. Не спрашивай, что страна сделала для тебя, скажи, что ты сделал для страны. Конкретно ты, что сделал для страны. Я вижу работу, я вижу работу республиканских властей, я вижу закупку аппаратов ИВЛ. Я вижу движение, я вижу движение, есть позитивные вещи. Я уже говорил, по аппаратам ИВЛ мы впереди, впереди той же Италии в разы, в три, в четыре раза. Над этим работаем. Но без вас мы ничего, без вас мы бессильны. И сейчас вот это обращение, это просто крик души. Крик души, потому что мы чувствуем, что мы не справляемся. Мы не справляемся с таким оборотом. Слишком много пациентов и слишком много непонимания. Я с ним сталкиваюсь сейчас каждый день. Я не могу каждому это объяснять. У меня нет времени. Я нахожусь в двойном противочумном костюме, в маске, трех перчатках, двух бахилах, шапочке и респираторе. Я вам скажу, мягко говоря, не очень комфортные условия. Не то, что для какого-то диалога, а в принципе. Я прошу вас, тех, кто посмотрит это видео, задуматься над тем, что я сказал. И постараться нам всем вместе во взаимодействии, мы только вот в таком тандеме мы сможем с этой проблемой побороться. Я постарался вот на те основные вопросы и претензии к врачам ответить, что это все фантазия, это все фантастика, это к реальности отношений не имеет. Никто не хочет возвращаться в 11.30 домой и обедать. А иногда бывает, в 11.30 мы завтракаем, но нет ни у кого желания, поверьте мне. Надеюсь, я донес до вас и что-то все-таки, какое-то рациональное зерно из этого будет вынесено. И я надеюсь, что что-то поменяется. Я на это надеюсь, потому что другого выхода нет. Всем спасибо. Доброй ночи.